Дамир Владимирович, вот только проснулся и хочет вам что-то сказать, друзья мои. Да, доброе утро всем. Владимир Владимирович тоже. Вот когда они нужны, монстры, их нету. А вот когда они нужны, они всегда есть. Вот так вот. Еще, как вчера разговаривала с Володей по поводу логопеда, что Дамир начал заниматься. Он подыскал контакт и узнал по поводу цен, по поводу занятий с логопедом, сколько чего будет стоить. Нужно будет с Дамиром заниматься до школы. Нам нужно хорошенечко подтянуть чтение, письмо и речь. Речь обязательно нужно хорошенько подтянуть, хотя у меня в самой есть дефект речи. Вот. И у нас у обоих украинский акцент с Володей. Вот. Ну, что? Мячик улыбается. Купили, кстати, мячик. Такой же точно, как когда-то я покупала в караване в Харькове, только мы его купили в два раза меньше. Здесь тоже можно посмотреть у меня в Инстаграме фотографию этого мячика. Я уже выставила. Все, друзья мои, смотрите Инстаграм наш, подписывайтесь обязательно. Вот. Там всегда самые-самые-самые первые новости. Потому как видео я снимаю много, видео я снимаю очень часто большие. И пока я их просмотрю, пока я их отправлю, проходит иногда один, а то и два дня. В Инстаграм я в основном отправляю фотографии, если не сразу, то практически сразу. И поэтому там всегда самые-самые первые новости. Сторис я на данный момент не снимаю, по той причине, что у меня лагает телефон. И меня просто выкидывает. Хочешь показать? Вот такой мячик, друзья мои. Вот такой мячик. Вот. Точно такой. Просто ребенок проностальгировал, и мы купили такой же мячик. Еще мы купили волейбольный мяч. Вот. Он. Вот он. Но дело в том, что мы его еще не надули, у нас нет насоса. А так как он был очень по приятной цене, я говорю, Володя, ну, цена такая хорошая, говорю, давай возьмем, говорю, мячик. А потом уже в другой раз, говорю, когда я буду, допустим, там в амбаре продают насоса, посмотреть цену, вот, в другой раз взять насос и надуть этот мячик, и играть себе спокойно и клево, и вообще замечательно. Что значит? Да, 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 подходит. Это такой компактный комнатный вариант. Все, ребятушки, теперь точно уже я буду готовить домерчику. Теперь точно уже буду готовить домерчику завтрак, буду думать, что делать с котом и с его питанием. Ну, слава богу, у него наконец-то прекратил болеть животик, вот, потому как кормить его. Я думала о том, что, я думала прислушаться к мнению западных ветеринаров, которые говорят, что можно кормить кота натуралкой и докармливать сухим кормом, да, в качестве какой-то витаминно-минеральной добавки. Но дело в том, что при таком питании у кота болит животик, вот, поэтому все-таки коту кошачья еда, все-таки не стоит ее смешивать с натуральной, как я думаю, вот. Все-таки вполне возможно, что наши ветеринары в данном вопросе правы. Я никогда... Тут никогда не знаешь, знаете, со своим здоровьем, правда тебе порой говорят врачи, или они все-таки пытаются вытянуть из тебя как можно больше денег, сделать тебя постоянным клиентом, лечить и залечивать тебя, как это когда-то было со мной, когда я залечилась до 36 килограмм у эндокринолога. Вот, или же действительно тебе советуют так, как вот, ну, от души, так как оно должно быть и стремятся тебя вылечить. Стремятся ли вылечить нас врачи, потому как индустрия медицинская, таблетки и так далее, то есть всегда нужны люди, которые будут болеть, которые будут лечиться, которые, сейчас, секунду, которые будут покупать таблетки, то есть действительно ли тебя хотят вылечить, действительно ли тебе попался хороший врач? Говори, Домирчик. Вот этот медик от меня убегает, вчера за блок уже заполучайте. Так, и то же самое, и уж тем более даже это касается котов, потому как, потому как я не ветеринар и я не знаю, как будет лучше коту. Тут можно говорить сколько угодно, не нужно заводить себе животное, если ты не можешь его нормально кормить и так далее и тому подобное. Вот. Но тут, ну, уж никак не укладаешь, уж никак не знаешь, как действительно лучше, потому как, еще раз повторюсь, я не являюсь ветеринаром, доверять 100% ветеринарам я тоже не могу, потому как я не знаю, пытаются ли они на мне нажиться или действительно советую так, как оно есть. Ветеринаров хороших тоже очень мало. Я знаю, что в Донецке есть очень хорошая ветеринарная клиника на цирке Космос, да. И когда-то, когда-то у меня не было денег вообще, вообще ни копейки. У меня были деньги проехаться в один конец на автобусе. А это, извините, хрен знает куда, от того места, где я жила. И мне пришлось чуть ли не полгорода пройти пешком потом из этой ветеринарки с котом в коробочке, вот. Я пришла в ветеринарку и говорю, так и так, говорю, у меня вот такая вот проблема с котиком, говорю, а денег нет вообще. Вы не поможете мне? И вы знаете, врач мне помог бесплатно, потому что он любит свое дело, он любит животных. Мама, смотри, откуда эта салфетка взяла? Это я дала коту салфетку, чтобы он от меня в тот момент отстал. Вот, надо ее убрать, я ее уберу, не переживай. Она не сопливая. Она не сопливая, это свежая, чистая салфеточка. Я ее оторвала и дала коту. Ту, в которую ты высмаркивался салфеткой или вытирался, я ее выбросила давно. Так вот, просто этот человек, знаете, он любитель своего дела. Он любитель своего дела, он любит животных, он хочет помогать животным. И поэтому он помог мне бесплатно, просто даже не из жалости там ко мне, а из жалости к животному. Кто ему поможет, если он мне откажет сейчас? То есть, понятно же, что если у меня нет денег, я пойду в другую ветеринарку, и в третью, и в четвертую, и везде мне могут отказать. У меня еще был такой нюанс, что когда я туда поехала, я одела новые штанишки спортивные, и слава богу, я одела толстую, оверсайз, большую, такую футболку на себя длинную. Я одела на себя такую большую оверсайз футболку. И слава богу, она была длинная, потому как в спортивных штанах вдруг, то есть, они, видимо, очень-очень давно были на прилавке. Вот, и, ну, видимо, резинка уже старая была вот в этих штанах, то есть, штаны-то новые, я их одела первый раз. Вот, но, видимо, материал, из которого они сделаны, то есть, резинка просто лопнула, и с меня постоянно сползали штаны. А идти мне надо было пешком полгорода, вот серьезно, практически полгорода. Мне надо было обойти пешком, и хрен знает сколько шла домой. Вот, ну, можно было, конечно, проехать зайцем, но моя совесть мне не позволит проехать зайцем, поэтому я пешкочком, я пешочком, вот. А ты еще зайцем? Это значит бесплатно, надурить и поехать бесплатно, вот. Вот такие пироги, еще там нас угостили персиками, еще я сделала фотографии в инстаграме кефира нового, который мы купили. В общем, там много-много-много-много-много всего. Ну, конечно, если у меня есть бананы, в общем, очень много всего. Заходите, смотрите фотографии наших покупок. Все, друзья мои.